Аудиокнига записана при помощи моих бустеров. Спасибо вам, ребята. Вы тоже можете поддержать меня на бусте. Ссылка в описании. Ты права, Альбедо. Шалтир сильна. Шалтир Бладфоллен. Самый сильный страж великой подземной гробницы Назарик. И даже Альбедо. Да что там, ни один стауровневый NPC Назарика не вышел бы победителем из схватки с ней. Именно поэтому сражаться должен я. Единственный, кто сможет справиться с ней один на один. Ну, да, если брать в расчет ваше снаряжение, думаю, у вас есть шанс. Айнс был при полном параде, в полном комплекте экипировки божественного уровня и из платных предметов, против Шалтир, у которой из божественных предметов было лишь ее оружие, пика-пипетка. В плане снаряжения у Айнса было огромное преимущество. Однако его шансы оставались невелики и по одной простой причине – хорошо известной Альбедо. Потому она и ответила так неуверенно. Шалтир Бладфолин была естественным врагом Айнса. Он отыгрывал в ролевой игре заклинателя Нежить, поэтому подбирал классы, специализирующиеся на некромантии и прочей магии, связанной с потусторонним миром. Другими словами, он не заморачивался и создавал свой аватар прежде всего забавы ради. А вот к созданию Шалтир Пероранчина подошел со всей серьезностью. Помимо прекрасных характеристик ближнего боя, она была заклинателем, специализирующимся на священной магии, особенно эффективной против нежити. Вдобавок к этому, мистическая потусторонняя магия, специализация Айнса, была не очень эффективна против вампира, коим являлась Шалтир. Все это давало Шалтир преимущество в битве против нежити, а у Айнса отбирало самую сильную его сторону. Далее – экипировка Айнса. Он запросто мог потерять предметы в ходе сражения. И если у него не будет запасного плана на этот случай, его шансы выиграть в честном бою упадут ниже Плинтуса, если вообще не исчезнут. Одно неверное движение – и все. Конец. Но обстоятельства пока что складываются против меня. Ты ведь это хотела сказать, Альбедо? В точку. Альбедо дрогнула и отвела глаза. Полную озвучку вы можете услышать на моем бусте. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok